Расточительность российской армии сказывается на моральном духе солдат и на вообще количестве этой самой живой силы. Из российской армии бегут, причем бегут тысячами, огромное количество отказников и людей, которые самовольно оставляют часть. Более того, то, что не хватает людей в этой самой армии, приводит к тому, что военная полиция буквально берет раненых, которые только-только отошли от ранения или еще даже не успели целиком отойти, и силком тащит их обратно на фронт. Соответствующие видеозаписи появились на прошедшей неделе, причем во множественном числе. Собственно, жестокость, с которой эти самые военные полицейские, кстати, молодые парни, которые вполне могли бы быть на фронте, тащат раненых, которые еще не успели восстановиться, вызывает некоторое недоумение, причем как у самих российских военных, так и у тех, кто за этим наблюдает. Ну, потому что на бумаге у российской армии все замечательно, добровольцев полмиллиона набрали за минувший год, да и вообще все как будто только и хотят, что прийти в российскую армию. Однако в реальности ситуация сильно отличается. Об этом свидетельствуют и действия военной полиции, и рассказы самих мобилизованных, которые говорят о том, что все, что происходит на линии фронта, на реальной линии фронта, сильно отличается от того, что говорят официальные лица. Поэтому сегодня давайте обратим внимание на те данные, которые предоставляют сами российские военные, и на их описание происходящего, которое никоим образом не совпадает с тем, что пытается пропихивать российская пропаганда и российские официальные лица. Вы на канале Майкла Наки, если нет, то переходите, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии и поддерживайте канал на Патреоне, это позволяет ему продолжать работать. Начнем вот с этого видео. Посмотрите, что на нем происходит. Вот тащат пацана на эшелон. Без заключения ВВК. Ваше основание здесь оставаться. Вот представители власти, которые все это делают. Военный полицион. Российское телевидение, которое любит говорить про мобилизацию в Украине и показывать редкие кадры, как там людей, значит, волокут, например, в военкомат, здоровых людей, эти кадры не показывает. Почему? Потому что на них, под Выборгом, военная полиция пытается вернуть в зону СВО раненого мобилизованного. Мужчина не мог передвигаться сам, поэтому его взяли под руку и буквально тащили в эшелон. У него, как вы могли заметить из самого видео, собственно, есть проблемы с ногой. Давайте целиком это видео посмотрим, вдруг я что-то вырвал из контекста. Вот неправомерные действия сотрудников военной полиции. Ребята, дадите, дайте, засниму, что происходит. Вот, тащат пацана на эшелон. Без заключения ВВК. Ваше основание здесь оставаться. Вот представители власти, которые все это делают. Военный полицион. Командир данной части, который мы находимся. Есть конкретное заключение, выписываете кризису? Нет? Категории не будет. Нет, на память записываю. Какая у вас категория? Вот пытались бойца сейчас утащить. Со сломанной ногой пытаются что-то делать, тащить волоком. Грозятся применение специальных средств физической силы. Д увольны. Г это временно негодяй. Вот бойца уже, очередную травму ему сделали. Берите, пожалуйста, на том. Да, сейчас уберу. Ну вы же не ведете видеорегистрацию? Задержание, применение. Физическая сила, специальный следовод, смотрите, что происходит. Ваши коллеги, что-нибудь? Конечно, не хватит мне применять. Ну физическая сила, что у вас делает коллега? Он не ведет себя. Он меняет приказ. Вы же по-хорошему не понимаете. Мы с вами как раз сейчас по-хорошему и беседуем. Мы с вами по-хорошему. Грант в закон. Смотрите, если мы по-хорошему хотели, мы поехали туда. Нам препятствуют. По словам членов семьи, на видео железнодорожный вокзал в поселке Каменка, где находится военная часть 293-10. Они сообщили осторожно новости, что сегодня утром туда прибыли сотрудники военной полиции и начали отбирать людей для отправления в зону СВО. Сегодня утром, но это, по-моему, было дня три или четыре назад. По их словам, одним из таких мужчин оказался военный, который после ранений госпиталя ждал заключения комиссии о том, годен ли он для дальнейшей службы. Мобилизованный получил серьезное ранение в ногу, восстанавливался после перелома и не мог нормально передвигаться. Члены семьи говорят, что, несмотря на это, сотрудники военной полиции отвезли его на вокзал, взяли подруги и потащили на поезд, отправляющийся обратно в зону СВО. При этом угрожали ему применением спецсредств и физической силой. Другие солдаты начали снимать происходящее, и, по их словам, благодаря этому мужчину в итоге не посадили на эшелон. Однако военной части его с тех пор тоже не видели. Или отправили уже потихоньку, или где-нибудь закрыли, говорит один из военнослужащих. Я напомню, что в российской армии активно применяются наказания в виде подвалов, в виде ям и в виде привязывания, например, к дереву, оставления на морозе. Мы видели это в большом количестве. Я бы вставил несколько видео сюда, но предыдущее видео, собственно, вот с реальным положением дел на фронте, возможно, из-за того, что я там как раз показываю видео, как российских солдат голышом загоняют в яму, YouTube поставил ограничение 18+, ну, то есть убил это видео, к сожалению. Что повлияло и на сборы, которые были под этим видео, и, в принципе, на знакомление людей. Поэтому в этом ролике мы с вами обойдемся без кадров жести, хотя кадры жести присутствуют все еще в большом количестве. Если вам кажется, что описанный случай единичный, то совершенно нет. Вот еще одно видео из Ленобласти, где военная полиция, по словам близких мобилизованных, забирала недоречившихся в зону боевых действий. Давайте посмотрим эту видеозапись. Собственно, с осторожной новостью связался военный, который заявил, что был свидетелем подобной описанной высшей ситуации. В этой же части в середине декабря. На видео можно увидеть, как сотрудники военной полиции подруги сопровождают бойцов, которые проходят реабилитацию, сопровождают их в автобус. Автор видео заявил осторожно новости, что в автобусы до станции Кирилловской в Ленобласти заставляли садиться даже мужчин на костылях. По его словам, их обещали отправить на лечение в Воронеж. На деле увезли в направлении Харьковской области. Таких ситуаций довольно много. Жалобы на то, что недоличных мобилизованных отправляют обратно на фронт. Мы встречали очень много. Это, собственно, практика, которая активно существует. Ну и при самой мобилизации, когда россиян мобилизовывали, большое количество людей, которые инвалиды по зрению, у которых есть, собственно, осложнения, их тоже забирали без разбора. Поэтому, собственно, российская сторона делает это довольно активно, потому что не хватает людей. Потому что история про добровольцев – это сказки, а России все еще нужна живая сила. Во многом это связано и с тем, что Россия использует очень расточительную тактику. Ну, то есть Россия проводит лобовые мясные штурмы, которые ничем не обеспечены, и теряет там огромное количество людей. Количество потерь, например, под Авдеевкой колоссальное. Там все усеяно российскими трупами, которые никто не забирает. И, собственно, многие солдаты жалуются на то, что ситуация становится только хуже с течением времени. Например, военнослужащие из Московской и Ульяновской областей пожаловались на денежные поборы и избиения со стороны командования. Военнослужащие военной части 416-80 рассказали, что спустя две недели после подписания контракта их без обучения и подготовки отправили на штурм на Авдеевском направлении. По их словам, большинство бойцов перед заданием избиваются и держатся в подвалах. Как утверждают военные, Артему Якупову, одному из сослуживцев, после очередного избиения диагностировали сотрясение мозга. На видеозаписи, предоставленной военными, у мужчины видны кровоподтеки на лице. Девушка Артема также подтвердила, что мужчину избивали командиры. 12 октября он получил контузию, а 20-го его отправили в штурм, после которого он не вернулся. Служащие утверждают также, что денежные поборы в размере до 50 тысяч в месяц собирают старшины 1, 2 и 3 род. Деньги якобы идут на строительные материалы, детали автотранспорта, обмундирование, ритуальные услуги и психологическую помощь родственникам погибших. На самом деле, как утверждают военные, собранные средства тратятся на личные нужды командования. Неоднократно слышим расценки, чтобы не ходить в штурмы. Некоторые платят по 100 тысяч рублей, рассказывают военные. Ну, собственно, вот эта короткая видеозапись, это видеозапись одного из военного, ну, то есть результаты этих самых побоев. Вообще, в последнее время опять стали появляться и от родственников мобилизованных, и от самих мобилизованных различные видеозаписи, которые, собственно, свидетельствуют о том, что российской армии продолжается все та же тактика наведения дисциплины путем насилия. Внутри этой армии довольно большое количество поборов, избиений и откупных, но за то, чтобы не ходить в штурм. И тактика российской армии тоже не особо поменялась. То есть штурм – это практически однозначно смерть. Поэтому на самом деле большинство людей, которых вы видите на видеозаписях с этими обращениями, это люди, которые уже мертвы, которых уже либо нет живых, либо которые тяжело ранены. Вот, например, еще одна история. Этой же, опять же, недели около 20 военнослужащих пожаловались, что несколько месяцев не могут получить выплаты по ранению. Их семьи записывают обращение и прозывают проверить командование. Военнослужащие жалуются, что после ранения им не предоставляют реабилитацию. Из госпиталя часто вытаскивают недолеченными и отправляют на передовую, как вы видели в первых двух видео. По их утверждению, этому способствуют медсестры первый и третий род. Один из военных рассказал, что блевал кровью больше недели, жаловался на сильное головокружение, но ложного лечения ему не оказали. Его группу непрерывно китали на необдуманные штурмы. Через неделю его ранило. С октября он и сослуживцы не могут добиться положенных выплат. По словам солдат, командование намеренно не вносит в журнал боевых действий записи об их ранениях. А замполит первой роды по этому вопросу не раз посылал на три буквы. Эти же военнослужащие еще в августе записывали видеообращение, в котором жаловались на отсутствие подготовки и обеспечения. Попал неизвестно куда и стал ополченцем, говорит один из мужчин на видео. По словам солдат, в их части попадают штрафники. Туда кидают зэков, наркоманов или алкоголиков. Солдаты обращались в военную прокуратуру, в следственный комитет, в губернаторах, в министерство обороны. Однако получили только отписки. Военнослужащие их семьи требует провести проверку, поскольку отношение к ним оставляет желать лучшего. Ну, давайте посмотрим на их жалобы еще августовского периода. Ну и они продолжают наставить, что глобально ничего не поменялось. В первую очередь, непосредственно я, мы, не согласны с тем, что мы призывались с Московской области, город Балашиха, с отборочного пункта. Нам там неоднократно говорили, заявляли, что у нас будет выбор профессии, выбор своего слова. А нас засунули черти откуда и куда, и как, как бы сказать, то, что нас прикомандировали. И получается, мы остаемся в ВЧ-61-480. 41-680 поправляемся. И получается, я артиллерист, а являюсь сейчас стрелком. Он в жизни прожил артиллеристом, а сейчас буду переучиваться на штурмовика. За три недели. За три недели. Я с этим, естественно, не согласен. Добавляют сюда. Тут поддержки никакой нет. Нет, 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 ничего. Тихо, чисто пехота. Это вот, не нравится нам это. Где поддержка артиллерии, где все, сниципеки, где это все. С абундированием какие-то проблемы. С абундированием проблемы тоже. Уже ходим все, потеем. Какое лето, блин, а мы все в форме жизни. Покупаем замеси за свои деньги. Зарплата лично у меня бывал. 32 тысячи с мая месяца. Современный солдат российской армии. Автоматы 60-х годов. Каски советские. Формы в два раза больше. Ну, вы сами видите. Принимал присягу. Да, мы многие не принимали присягу. Те, кто прибыл с Московской области, город Балашиха. Нам не дают... Я попросил принять присягу. Мне сказали, подойдешь, раскишешься. Только потом не говори, что ты ее не принимал. То есть, ну, на деле я ее не принимал. В армии не служил. Трехнедельная подготовка. И в бой сформовать, я считаю, это не делал. В контракте четко прописано. Три месяца испытательный срок. Я думал, что будет три месяца обучения. И как бы говорилось оно так. В конечном итоге, три недели и вперед. Добавлю от себя. Когда мы сюда приехали, нас начали спрашивать. Вы что, штрафники? Почему вас именно сюда кинули? Обычно в эту часть кидают зэков, наркоманов или алкоголиков. А мы добровольцы. И на мясо мы не хотим идти без поддержки артиллерии. Для чего я это все рассказываю? Не для того, чтобы вы, не дай бог, пожалели этих людей. Эти люди приняли самостоятельное решение идти в другую страну, убивать там людей. Поэтому сочувствия к ним я не испытываю. Впрочем, если вы испытываете, против вас ничего не имею. Однако я демонстрирую это для того, чтобы показать несколько вещей. Первое. Какого-то серьезного улучшения внутри российской армии не произошло. Российская армия все еще работает местными штурмами. Российская армия все еще испытывает большой дефицит в живой силе. Российская армия все еще людей просто вытаскивает, недалеченных из госпиталей, отправляет их на передовую. В российской армии все еще избивают солдат. В российской армии все еще не платят в том объеме, в котором обещали. И все еще не обеспечивает при наступлении поддержка артиллерии чем-то таким. Поэтому, если вы являетесь российским солдатом, то ваши пути к тому, чтобы выжить, просто выжить и не быть униженным, не быть в яме, чтобы вас заставляли что-нибудь делать с нашими сослуживцами, что довольно распространенная практика в российской армии, у вас есть несколько путей. Дезертирство, сдача в плен и, собственно, там оставление части, что почти то же самое, что дезертирство, просто наказывается менее активно. Ну и, конечно, у вас есть вариант повернуть оружие против тех, кто вас гонит в бой. Это самое разумное действие, но при этом требующее мужество, которого в российских солдатах не замечено за все время этой войны. Но что еще более важно, это осознание того, что не надо идти в российскую армию ни при каких условиях, даже в случае, если вам грозит уголовное преследование. Вы обрекаете себя не только на моральное падение и статус убийцы, не только на статус, собственно, человека без гордости и бесчестия, потому что вас будут буквально обесчащивать в этой самой армии, но вы еще и обрекаете себя на смерть и на ранение. То есть ваша жизнь не будет нормальной. И это надо понимать. Не верьте сказкам, о которых рассказывают с экранов российского телевидения. В конце концов, большинство россиян, даже которые настроены на поддержку власти, на поддержку Путина, знают, что телевизор обманывает этот случай. Не исключение. Военные с линии фронта рассказывают, что там все очень и очень плохо. Поэтому, если вдруг вам приходит мысль пойти служить по контракту или отправиться, соответственно, на срочную службу, хотя вроде как объявили, что уже срочный сбор завершен, ну, в смысле, срочный призыв завершен, или там, значит, когда будет объявлена мобилизация, вы будете над этим раздумывать. Помните, что вы окажетесь вот в такой ситуации. Вас будут избивать, вас будут отправлять в ямы, вас будут отправлять на самоубийственные штурмы, и ваши родственники ничего не смогут добиться, чтобы как-то исправить ваше положение. Имейте это обязательно в виду. При этом, опять же, частые жалобы на недостаток обмундирования, на недостаток, собственно, экипировки, на недостаток транспортных средств, это тоже довольно часто происходит. Но эти проблемы есть у обеих армий. И у украинской армии, и у армии российской. Собственно, вряд ли для вас это какой-то большой секрет. Но если российская армия – это армия-агрессор, которая напала с полуголой жопой, и поэтому, собственно, не очень понятно, откуда эти проблемы берутся, в том смысле, что если уж вы готовитесь уничтожать другую страну и нападать на нее, а тут сначала поразумнее как будто бы обеспечить армию всем необходимым, то когда мы говорим про украинскую армию, украинская армия оказалась в ситуации, когда на нее нападает армия, которая больше нее, которая больше ресурсов, чем у нее, которая артиллерия. Поэтому, естественно, что в украинской армии есть дефицит и транспорта, и обеспечения, и всего на свете. Поэтому очень важно помогать солдатам ВСУ. Я это активно делаю. Надеюсь, делаете и вы. Собственно, один из способов им помочь – это различные сборы. Мне кажется, довольно удобнее, чем монобанка, потому что на нее не со всех карт можно кидать. Это как раз сборы, которые проводит 24-й канал. И, собственно, там есть отдельные страницы со сборами, которые идут через моих подписчиков. Мы с вами уже почти добрали один из сборов. Там 66% собрано. Мы бы его добрали, скорее всего, если бы YouTube 18+, на видос не кинул. Но, к сожалению, он это сделал. Поэтому давайте дозакроем этот сбор, собственно, на внедорожник VWT5 с системами РЭП для 3-го луганского штурмового пограничного отряда. Ссылка в описании, QR-код на экране. Напоминаю, не донатьте, если вы в России, потому что это ставит вашу жизнь под угрозу. Это последнее, чего бы я хотел сделать. Опять же, если вы не можете донатить на военные цели по каким-то собственным религиозным, может быть, соображениям, то есть способы помочь тоже полезным инициативам. Например, одна из них – это Halking to Live. Я знаю эту организацию довольно близко. Там работают мои друзья и знакомые. Собственно, эта организация помогает вывозить с оккупированных России территорий людей в Украину. Собственно, вот, опять же, QR-код на экране. Ссылка в описании. Там можно донатить и в крипте, и с банковских карт. Собственно, пожалуйста, делайте это. Это реальная возможность помочь людям, которые в этом нуждаются. Потому что существование на оккупированных России территорий – это ежедневный страх быть убитым российскими солдатами. Это постоянная невозможность нормально жить и существовать. И, безусловно, этим людям необходимо помочь, помочь их вывести как можно скорее. Ну, а мы с вами давайте вернемся к состоянию российской армии. Что про нее рассказывают? Вот, например, видео одного из солдат, который рассказывает, с чем он лично столкнулся. Я вам потом немножко расскажу про этого солдата, потому что это видео есть в публичном доступе. Но, скажем так, я знаю больше подробностей, потому что… Короче, неважно, я знаю больше подробностей. Да, давайте так скажем. Для начала давайте посмотрим на само видео. Это человек, который рассказывает, с чем он столкнулся в российской армии. Это зэк, которого завербовали. И он ожидал, что значит и получит денег и все прочее, но ожидания не совпали с реальностью, он рассказывает про то, что никому не советует идти, никому не советует соглашаться на эту авантюру, давайте посмотрим его видеоролик. Хочу вам сказать, что подписал контракт, приехал на ВСО, полная лажа конкретная, тут вообще не нас наебали в теле, никаких 300 тысяч нам не выплатили, пришло там 30-40 тысяч от силы, на деле нас как попало, вообще непонятно в чем, размеры большие, по размеру ничего не дают, все покупали за свой счет, переводили родные деньги, надевались я сами, короче, так. Отпуск тоже нам никакой не дают здесь оказывается, пацаны вон здесь некоторые давно уже ни отпусков, ничего не видят его, и никак не получается вырваться, то есть раненых, у нас даже раненых не вывозят отсюда, у нас раненые максимум там зашили, заштопали, он отлежался неделю, его обратно в бой кидают, вообще наши пацаны валяются, гниют, их даже не забирают, вообще сам лично своими глазами видел, как пацаны наши валяются там, уже разлагаются вообще, там им помочь уже просто нечем, даже, не знаю, родные узнают, не узнают, если привезут. И так что, что по контракту нам обещали, этого вообще ничего не выполняется вообще, ни в плане одежды, ни в плане обеспечения, то, что нам говорили, что мы жить где-то в домах там будем, все это уранье, живем мы под землей, блядь, там холодно, сыро, все текет это, замерзаем постоянно, ни печек, ничего, вот в одежде спишь, короче, в мешковине. Так что, блядь, пацаны, лучше оставайтесь все дома, отсиживайте свой срок, идите женам, детям, я не знаю, там, кто у вас остался, живите лучше с ними, лучше ты еще, я не знаю, там, иди работать дворником, лучше получайте 20 тысяч. Ну тут вообще, я говорю, нечего делать, тут просто, ну здесь нам не выжить таким простым, как мы, вот зэки вообще, мы вообще не понимаем смысла, что такое вообще война, мы себе там представляем по-другому, нас просто обманывают как хотят. Теперь несколько подробностей. Этот человек сейчас мертв, его нет в живых, этот человек записал это видео до того, как он, ну, логично, да, ну, в общем, это видео было записано им и оставлено другим людям с рассказом, что если, значит, его отправят на штурм и он не вернется, то, соответственно, это видео нужно опубликовать. Он как раз был на направлении в Херсонской области и как раз его послали в довольно самоубийственную атаку, Россия постоянно пытается штурмовать крынки, несмотря на то, что Владимир Путин лично и российские затканалы, некоторые из них рассказывают, что в крынках все хорошо и под контролем, на самом деле Россия постоянно пытается выбить оттуда ВСУ с их плацдарма и несет большие потери. ВСУ тоже несет потери, безусловно, и там дым тоже невероятно тяжело, но, собственно, российская армия также несет большие потери, и, в общем, этот человек, он стал частью этих российских потерь, вот когда он не вернулся с одного из таких самоубийственных штурмов, собственно, это видео было опубликовано. Это одна из причин, не единственная, но, тем не менее, одна из причин, почему в последнее время вообще за этот год в России рекордное количество отказников и дезертиров, пятисотых, тех людей, которые отказываются воевать. Это мы знаем как минимум из решений судов, которые собрала медиазона, и знаем из рассказов самих военных, которые ведут свои каналы. Начнем с вами с объективных данных. В российские военные суды за 2023 год поступило 5024 дела о самовольном оставлении части. Такие сведения собрала медиазона по состоянию на 29 декабря. Такое количество дел о бегстве со службы стало абсолютным историческим рекордом, пишет медиазона. В 2022 году, когда Россия только вторглась в Украину, в суд передали только 1001 дело, а за год до этого 615 дел. Из поступивших дел, 5006 дел касаются побега со службы, совершенного после начала мобилизации в сентябре 2022 года. Тогда уголовное наказание ужесточили. По более жестокой статье о дезертирстве в 2023 году суды передали 148 дел. Это в 6 раз больше, чем годом ранее. Там дезертирство от самовольного оставления части отличается по какому-то количеству параметров, но не столь существенное, то и то с точки зрения обывателя дезертира. Почему дают приговор именно СОЧ, то есть самовольное оставление части? Потому что тогда можно попробовать вернуть человека обратно на войну, что часть судов и частей пытается делать, поэтому они не дают приговор дезертирства, а дают приговор, собственно, самовольное оставление части. К концу 2023 года, отмечает медиазона, суды вышли на стабильный темп. 500 приговоров за самовольное оставление части в месяц, то есть более 100 решений в неделю. Это на самом деле рекордные и гигантские цифры. Ну, скорее числа, тем не менее. Это очень много и более того, это только те суды, по которым состоялись приговоры. Мы понимаем, что реальный масштаб может быть гораздо больше. И по тем некоторым данным с рядом направлений, которые мне предоставили, самовольное оставление части – это очень и очень распространенная проблема. Речь идет о тысячах российских солдат. Ну, это же подтверждают и Z-каналы, те из них, которые не являются прокремлевскими, ну, абсолютно подконтрольными обороны, значит, военкорами, а те, которые, собственно, являются и военными, и военными, которых не до конца контролируют ввиду их относительной анонимности. Но при этом, да, это не ЦПСО, есть подтверждение того, что это реальный человек с реального направления. И вот убирище номер 8, тот канал, о котором я говорю, он написал большое развернутое описание тех проблем, с которыми сталкиваются российские мобилизованные, российская армия в целом. Это очень интересный, на мой взгляд, такой документ эпохи. Да, тоже, понятно, надо делать скидку на его собственные впечатления и ощущения, но, тем не менее, там есть факты, которые просто являются его опытом. Ну, то есть, которые он описывает, исходя из своего опыта, то есть факты, с которыми он столкнулся. И поэтому давайте, собственно, ознакомимся с этим довольно длинным, но, тем не менее, полезным текстом для того, чтобы понимать, что реально происходит в российских войсках. Итак, он делит на несколько уровней и начинает с оперативного. Сначала надо учесть такую особенность нашего управления, как гиперцентрализм. Командир полка или бригады, и тем более начальник всех служб, РАФ, разведка, автобронетанковая, связь, тыл и ДР, на данный момент почти не обладают свободой маневра. Их удел – взять под козырек и выполнять спущенный сверху план. По этой причине, когда вы слышите, комбриг издал приказ, замполит придумал новые правила. Скорее всего, придумали их даже не в дивизии, а в армии. Согласовали с округом и спустили вниз. Приказ командующего армии, начальника штаба армии или начальника какой-то служб армии просто переписывается от лица командира начальника в полку в бригаде. Отсюда большинство претензий за организацию должны идти в штабы дивизий и армии. Вы придумали с вами советоваться. Первое. Первым наболевшим вопросом является инженерное строительное обеспечение, которого нет. Как сейчас выглядит переброска частей и подразделений, в том числе для наступления? Во-первых, запрещено жить в населенных пунктах даже на время стройки блиндажей. Во-вторых, как правило, штабы не знают и не принимают в расчет реальную продолжительность стройки своими силами. Вот прибывают штурмовые отряды других полков, чтобы штурмовать лесополки. Их привозят и бросают. Копайте себе землянки и блиндажи сами. Их представители идут к нашим инженерам и начальнику штаба. А у нас самих ни черта нет. И лес пилить по приказу свыше нельзя. В итоге штурмовики параллельно с подготовкой к штурмам копают себе какие-то минимальные землянки или сенуры. Утомляются. И утомленные настройки затем идут в бой, что не может не сказаться на результате и потере. Тоже и с переездом полка бригады. Приехали на минимально готовые позиции, откопанные зимой предшественниками и стали строить жилье. В тылу еще хуже. Численность личного состава и их специальности не позволяют связистам, поварам и водителям копать самим себе жилье и служебные постройки без вреда для профильной деятельности. И тем не менее, извольте сами себе копать узел связи, жилые блиндажи, кладовки для еды, кухню, баню и так далее. Параллельно тянуть полевку, подключать оборудование и готовить пищу, ездить, развозить ресурсы из России на передок. Отсюда недостаток и вопрос. Где инженерно-строительное обеспечение от штаба армии и дивизии? В штате дивизии целый инженерно-саперный полк, а в штате армии бригада. Где они? Почему бы им не подготовить место под переезд полка бригады, подразделений? Выкопать хотя бы командные пункты, хозяйственные постройки? Это значительно облегчило бы работу управления штурмовых подразделений полка бригады при переезде на новый участок. Вторая часть этого недостатка – игнорирование или незнание реальных сроков строительных работ, выполняемых своими силами. Это отражается в отведенных на переезд сроках. Чаще всего дают от 1 до 7 дней на переезд, в зависимости от того, переезжает подразделение или часть. И типа после переезда на то, чтобы обосноваться, времени либо не дают, либо дают смешные 2-3 дня. Каковы реальные сроки отрывки блиндажей своими силами? И кроме перекрытия из бревен еще и на свои деньги. Армия-то кроме бревен для крыш ничего не дает. Жилой блиндаж на отделение строится 7-10 дней. Стоимость вложений с отделения в материалы, которые не дает армия от шурупов до ДСП-панелей и теплогидроизоляции, составляет около 250-300 тысяч рублей. Служебные постройки связистов, их несколько, строятся от 4 до 10 дней параллельно. Жилой блиндаж связистов еще 10-15 дней. Итого стоимость вложений 800 тысяч, а то и миллион из зарплат бойцов. Кухня, кладовки, бани и жилые блиндажи снабженцев строится до 3-х недель. Это из-за малого свободного количества личного состава и большого объема работ. Стоимость вложений около 1,5-2 миллионов рублей личных денег с подразделением тыла. В целом откопать и оборудовать любой пункт управления занимает 3-4 недели. Это все постройки, плюс мебель сделать в них, плюс везде протянуть электричество и телефонные линии. Тыловой пункт еще дольше, от 4 до 6 недель. Но это еще не все. Сверх этого затем копаются капониры под технику. А это еще неделя. Выходит, что в реальности на переезд в воинской части нужен месяц и еще до полутора месяцев на стройку позиций. И пока что помощи от штаба армии и округа не видно в таких делах. Как и от Министерства обороны в целом по части инструментов и стройматериалов. Также не видно стройбатов и инженерных полков. Все это крайне плохо сказывается на результате наступления. Ведь люди после боя занимаются стройкой. А из-за всего этого еще и на отношении к наступательным амбициям. Требуют-то требуют, но не обеспечивают. Буквально нам, солдатам, невыгодно наступать с финансовой точки зрения. Поскольку на каждые новые позиции мы скидываемся из своих карманов. Второе. Логистический пиздец в целом. Второй недостаток оперативного уровня. Это мы еще наступать не начали. До боевки не дошли. Окей, приехали одним днем по приказу штурмовые отряды и подразделения закрепления от нескольких полков бригад. Кто их обеспечивает водой, едой, стройматериалами, боеприпасами, временным жильем, связью, эвакуацией, ремонтом, медициной? По логике штабов армии и округа о своих штурмовых подразделениях заботятся полк бригада, которому штурмовики принадлежат. А временную помощь на этапе становления оказывает принимающая сторона. Вот только высокие штабы отводят на переезд и подготовку слишком мало времени, от 1 до 4 дней. И не обеспечивают отчасти снабжение уровня дивизии армии, из-за чего начинается кавардак. Выглядит это так. Приезжают штурмовики со своим оружием и боекомплектом, запасом воды и сухпайками на день-два. Сразу же принимающие по-братски вынуждены отдавать часть своих запасов. Например, полевая пекарня, едва обеспечившая свой полк хлебом, отдает свою продукцию гостям. Всем остается по чуть-чуть. Струематериалов у самих ни черта нет. Медики встраивают новичков в свой маршрут эвакуации, связисты, шаманец, организации общих тетей связи и так далее. Особо мудрые командующие гонят штурмовиков вперед уже через день-два, когда еще ничего не работает. В штабах принимающей страны тоже трындец. Новички тратят запасы бумаги на свои документы, воруют у офицеров линейки, фломастеры, ручки. Весь этот бардак приводит к самым разным негативным последствиям. Например, от стресса у кого-то из офицеров от штурмового отряда Н-ского полка уровень организации падает на реальный уровень из мирного времени. Этот дурачок начинает в истерике ставить автомобили своего шоу плотной стоянкой в зоне досягаемости до 20-мм минометов. Не мудрено, что туда через какое-то время начинают сыпаться украинские снаряды. Другой чудилочный, что строит личный состав своих штурмовиков, чтобы не потерялись. «Здравствуйте, товарищи!» и все такое. Вопреки запрету на построение личного состава в зоне СВО, в принципе, туда тоже через время начинает прилетать. Все это самым худшим образом сказывается на результатах наступления, особенно в первые две недели, пока наступательная активность идет параллельно налаживанию жилищного вопроса и вопросов снабжения. Через неделю-две штурмовики и закрепленцы живут в убогих лисьих норах, нелепых землянках с перекрытиями снарядных ящиков, в туристических палатках, купленных за свой счет в России. Все ресурсы лежат под открытым небом, родные полки бригады надрывают своих водителей, которые получают дополнительный маршрут снабжения в 70-120 километрах от участка полка бригады до своих штурмовиков в другом месте. А потом приходит приказ на переезд, снова одним днем, и на месте лагеря гостей остается лежать брошенные ящики с боекомплектом вплоть до танковых снарядов и мин 120 мм, консервами. Брошено много вторых комплектов формы, и грязные, не мывшиеся до полутора месяцев штурмовики едут на новое место. Потом вы спрашиваете, а чё так дофига отказников у вас? Это мы еще до управления огнем не дошли, сейчас приступим. Пардон, Муа забыл добавить, что весь логистический бедлам усиливает военная полиция и ВАИ. Приезжают ведь новые люди. Это что значит, что парни на своем транспорте, военном и личном, рванут в магазины компенсировать нехватку воды, еды, сигарет, инструментов, поедут на гражданские заправки за топливом для отопителей, пойдут за алкоголем, не без этого. А значит, всех их надо контролировать. И ладно бы просто не допускать безобразий, но для некоторых ВПшников и ВАИшников наступление это золотое время давать результат. И они его дают. Задерживают пьяных, это ладно, это правильно. Отжимают смартфоны, оставляя штурмовиков и закрепленцев без связи с домашними, без инструмента для финансовых вопросов. Арестовывают личный волонтерский транспорт. Выписывают нарушения на давно не пройденной ТО. Я не шучу, лично видел задержанный БМ-21 ГРАЦ наполовину полным пакетом, задержанный ВАИшниками в среднем тылу. Нам тоже предъявляли, мол, какого черта вы уже год в зоне СВО и не оформили ТО. Родные, как мы без вас победим? Сокрушается российский военный. Третье. Управление огнем и лимиты боеприпасов. К тому множеству постов на эту тему, что гораздо лучше моего описывают решения организационных, связанных и технических недостатков нашего управления огнем, я могу добавить лишь про распределение боеприпасов и огневых задач. Как сейчас распределяются огневые задачи и поддержка? Акцент армейского и окружного командования почему-то делается на ударах по целям во второй линии обороны в тылу противника. Да, надо вести КББ, она очень слабая, в основном за счет ланцетов. Надо уничтожать полевые склады, жилье противника и технику в укрытиях. Но нельзя допускать текущего перегиба только в плане борьбы с вражеским тылом. Артиллерия, армейских артбригад и дивизионных артполков 152-мм и тяжелые РЗО почти всегда бьют по второму эшелону. Им же направляют большую часть боеприпасов, лимиты у них щедрые. А кто будет поддерживать самих штурмовиков и уничтожать доты и дзоты украинцев? Полковая артиллерия, артдивизион, ствольников и реактивная батарея и минометы мотострелков. Вот им-то как раз достаются скуднейшие подачки. Щедро дают только мины 82 мм, не обладающие достаточно разрушительной силой для борьбы даже с дзотами. И скажите, пожалуйста, на какой успех штурма можно рассчитывать, когда дивизион получает на сутки меньше снарядов, чем орудий в дивизионе? Вы как себе это представляете? Самое прекрасное в том, что на нашем направлении была пара исключительно удачных штурмов эконом-класса, когда во вражеский опорник прилетали все 152-мм снаряды, меньше, чем пальцев на двух руках, выделенных на день. Но этого по чистой случайности и ситуационной бедности хватало. Потом украинцы подвезли столько кассеток, что снарядного голода у украинцев нет до сих пор на нашем направлении, хотя от Херсона до Сватова пишут, что ВСУ на голодном снарядном пайке. Собственно, надо исправить распределение боеприпасов, чтобы поддержки штурмующих было в достатке. Раз. Два. Не стесняться привлекать дивизионную армейскую арту для работы по огневым точкам на передке. Вроде я сейчас АЗы перечислил уровни смотрите лекции Алексея Исаева и ролики Ирша, и тем не менее. Четвертое. По теме дронов я просто скажу, что их нужно вписать в тактику наступления и научить ими пользоваться командиров. Тут все то же, что с артой. Квадроки-разведчики и квадробомберы обеспечивают штурм-позиции и подготовку штурма. Например, до того, как вы начали первый штурм вывести из строя двух-трех бойцов на передовой позиции украинцев, где всего их 10 человек, это серьезный плюс штурмана. Делается это из-под тяжка, до начала артподготовки. ФПВ-дроны изолируют зону штурма и ближний тыл от танков и машин снабжения противника, а также от саперов, ктуров, снайперов, АГСов, минометов противника. По поларо-разведчики самолетного типа исследуют обе линии обороны ищут огневые точки, блиндажи и технику противника. У них лучше камеры, они менее чувствительны к оконному рэбу. Ланцеты являются противотанковым резервом и занимаются контрбатарейной борьбой. Пока же у нас просто нет единого применения дронов. Их используют, кроме разведки, как уникальные девайсы для редких задач. О проблемах их использования есть специализированные ресурсы. Ну и теперь про тактический уровень пишет убежище номер 8. Про этот пункт совсем кратко, так как он хорошо освещен на других ресурсах, включая видео. Большинство ошибок от командира полка и ниже это нарушение элементарных правил из учебников по тактике и приказов. Я лучше опишу причину этой массы ошибок. Она является следствием гиперцентрализма нашего управления, где командир полка и начальники служб давно, годами, просто являются проводниками планов, спущенных сверху. Их настолько сильно натягивают за все недостатки, за задержки в работе, хотя эти задержки следствия нереальных сроков выполнения приказов, спущенных сверху, что большинство полковых бригад, командиров обычно выключают мозг и просто переписывают приказ от дивизии армии, отдавая его комбатам и другим командирам подразделений. И вот уже командирам подразделений приходится крутиться как белка в колесе, изыскивая скудные ресурсы и личный состав с техникой под задачи. Все это в конце концов складывается в простейшие ошибки, вроде начать штурм вражеских позиций после скудной подготовки танкам с тралом, а БМПшники с десантом спрятать за лесополкой. Вместо того, чтобы саперы сделали проход, штурмовики взяли пару опорников, образующих перекрестный огонь по участку прорыва. Из-за этого прилетают украинские птички, выбивают танк, БМПшки, а бегущий десант накрывают кассетами. Неудача. На этом серию постов про ошибки в наступлении буду читать оконченной, хотя список далеко не полный, просто я описал те ошибки-недостатки, о которых, как правило, не говорят в сети, но при этом как раз сами солдаты из-за них ругаются и претерпевают больше всего. Грубо говоря, не все из нас стреляют в украинцев, но все пьют воду, готовят пищу и строят себе жилье из волшебного нифига и купленных за свой счет стройматериалов. Поверьте, когда сверху дозировано начинает приходить инфа об очередных планах, то солдаты по простым вещам, вроде сроков на стройку или боевую подготовку, понимают, насколько план в целом хороший или плох. Пока что большинство наполеоновских планов у нас называют план еблан. Понятно почему. Вот это довольно полное описание, которое мне кажется важным для понимания того, что происходит в российских войсках. Какого-то невероятного, не знаю, обучения российской армии на своих ошибках не произошло и не произойдет. Ровно из-за того, о чем мы говорим с самого начала войны. Российская армия действительно постоянно по строгому иерархическому принципу, где нет самостоятельности принятия решений у офицерского состава. Более того, сам этот офицерский состав очень убог, так как большое количество российских офицеров было уничтожено в первые недели и месяцы вторжения и, собственно, продолжает уничтожаться. И более того, в российской армии существует отрицательный отбор. Наверх нам продвигается человек, который наиболее лоялен, а не который наиболее эффективен. А вот эффективных как раз могут отстранять, убивать и происходит это с завидной регулярностью. Ну, вот примерно так выглядят проблемы российской армии сейчас, на конец декабря 2023 года. Все это свежие истории, буквально последние недели. И раненые мобилизованные, которых обратно тащат на войну, и зэки, которых гоняют, продолжают гонять самоубийственные штурмы, и издевательства от командиров, избиения, поборы, значит, внутри самих войск. Ну, и, собственно, нереалистичные планы руководства, которые приводят исключительно к неэффективным российским наступлениям. Именно поэтому за два месяца российского наступления при подавляющем преимуществе и в снарядах, и в, собственно, самолетах, в авиации, возможности сбрасывать фабы, дальнобойных ракетах, при этом всем за два месяца Россия не достигла каких-то серьезных успехов, и более того, большинство аналитиков отмечает, что и не достигнет и серьезных прорывов, собственно, в этом российском наступлении, даже в грядущем году, ждать не стоит. Надеюсь, эта информация была для вас полезной, и дала возможность построить более происходящих, особенно сейчас, когда есть какие-то абсолютно странные, ленивые, я бы сказал, заметки и публикации со стороны западной прессы, которые рассказывают, как все у России замечательно. Никто в российской армии, никто из российских военных, мобилизованных, вот этого замечательно почему-то не видит, зато какому-нибудь Нью-Йорк Таймс видно, что все там просто потрясающе. Ну, а с вами был Майкл Наки. Не забывайте, пожалуйста, помогать сбору на ВСУ, не забывайте помогать сбору на Helping to Live, и увидимся с вами уже завтра, даже 31 декабря, на этом канале будут продолжать выходить видео, с утра будет традиционная несводка, ну, а потом с Владимиром Миловым подведем экономические итоги года и, собственно, последних нескольких недель. А с вами был Майкл Наки, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова